Безопасен ли Телеграм? А вот вопрос, который мучает меня не меньше, чем Гамлета мучил вопрос Быть или не быть? На вопрос Гамлета ответ я знаю, а вот с Телеграм все как-то сложнее. Если не рассматривать конспирологических теорий, давайте сначала пройдемся по тому, что нам доподлинно известно. Почему Телеграм не безопасен? При регистрации Телеграм требует телефонный номер и привязывается к нему. Данные чатов хранятся на сервере. Сквозного шифрования по умолчанию нет. Сквозного шифрования для групп более двух человек тоже нет. Программный код открыт лишь частично. Кроме того Телеграм требует доступ к списку контактов. И что называется на сладкое Телеграм ID. Он назначается вам при регистрации и что бы вы не делали, ваш отпечаток навсегда останется в чатах и каналах, где вы были. Много это или мало решать вам? На мой взгляд по отдельности каждый пункт не так критический. А все вместе уже перебор. Сначала радикальное предложение. А может вам не использовать Телеграм? Ну действительно, если вам не нравится сигнал, а я могу понять людей, которым не нравится сигнал, посмотрите в сторону элемент на Матрикс, Джемми, Дельта Чат, Рокет Чат. В общем, ссылка на плейлист по защищенным средствам коммуникации в описании. Что называется, выбирай на вкус. Хотя, конечно, проблему того, что лучший мессенджер — это тот, которым пользуются все ваши контакты, никто не отменял. Поэтому, если не можете обойтись без этого чуда техники, вот вам несколько советов по тому, как обезопасить аккаунт в Телеге и содержание вашей переписки как в личных, так и в групповых чатах. Во-первых, двухфакторная аутентификация. Независимо от уровня угрозы это действие обязательно. В Телеграм в качестве второго фактора используется пароль и понятно, что пароль должен быть предельно сложным. Далее блокировка устройств с помощью пароля, пин-кода, FaceID и так далее. Администраторам групп, если содержание переписки может представлять опасность, лучше ограничить количество устройств с доступом к чату. Например, иметь отдельный телефон или запускать Телеграм через виртуальную машину с десктопа. Но про админов мы еще поговорим. Далее необходимо скрыть номер телефона. Делается это достаточно просто. Установить никнейм и делиться контактами исключительно с помощью ника. Что касается номера телефона. Если вы выехали из страны надолго, а такое сейчас не редкость, имеет смысл перепривязать Телеграм к новому номеру. Но имейте в виду, что если вы приобрели симку анонимно, а это распространенная практика в Европе, в случае потери телефона вы не сможете восстановить номер по паспорту. Вы просто не докажете, что этот номер принадлежал вам. Возможно имеет смысл привязать номер к вашей личности, то есть оформить договор в салоне связи. Понятно, что это не распространяется на случае, когда анонимность является вашей целью. Далее оцените чаты по уровню опасности. С мамой можно переписываться в открытых чатах с сотрудником МОСАДА исключительно защищенных. При этом не лишним будет включить таймер на удаление сообщений. Понятно, что это правило не распространяется на случае, когда ваша мама сотрудник МОСАДА. Шутка. Теперь по групповым чатам. Администратором чата должен быть проверенный человек с оперативной и сравнительно безопасной связью помимо Телеграм. Проговорите, кстати, заранее альтернативные каналы связи. Если группа находится в зоне риска, админом лучше быть за пределами опасной зоны. Количество админов это всегда компромисс. Один админ уменьшает опасность человеческого фактора, но увеличивается вероятность, что с ним что-нибудь произойдет или он не сможет оперативно отреагировать. Пять админов уменьшают эту проблему, ну увеличивают человеческий фактор. Ну что раскрытие данных произойдет через кого-то из них. Поэтому с количеством решать вам. Это, кстати, вообще золотое правило, которое нужно запомнить. Прочность цепи определяется прочностью каждого из ее звеньев. Помните об этом и проводите регулярно работу по продвижению базовых мер безопасности с членами вашей команды. К сожалению, большинство уголовных дел заводилось банально после изъятия телефона у одного из участников группы и получения доступа к переписке. Частично избежать этого можно, сосредоточившись на анонимности участников группы. Но добиться этого просто не называя друг друга по имени не удастся. Это целый комплекс мер и возможно об этом я сделаю еще одну короткую памятку. Или не знаю как назвать то, что я сейчас делаю. Инструкцию. Да, инструкцию. И в этой инструкции, к сожалению, нет какого-то одного главного пункта. Каждый пункт по раздельности может показаться незначительным, но вместе они как веник. Да. Вот этим я, пожалуй, и закончу. Веник. Да. Именно веник. Продолжение следует...